Санкт-Петербург Санкт-Петербург Мы начинаем с музыки. 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 Что за диск? Давайте с этого и начнем. Поскольку, мне кажется, вы не были в этой студии, этот диск мы с вами не говорили. Не, 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 для этой студии это полная новинка. Собственно, у нас был концерт, очень хороший концерт Вот он полностью запечатлен В клубе, который уже не существует Для живых концертов Был такой замечательный ред-клуб Теперь там только танцуют Музыку не играют Вот мы там сыграли этот концерт И тот, кто выиграет, будет наскваждаться этим концертом Ну, тогда за хорошие вопросы Смело готовы вам его подарить Вообще, я так понимаю, что завтра у вас тоже Грядет мероприятие Да, да, грандиозный новый клуб А-2 Вот, так что заходите и увидимся уже Вживую Про местоположение что-то сказать Да, местоположение-то, в общем, известно Центральный район Из нас никто там не был, по-моему Улица Разъезжая, как же не было Да, это же центр В центре сложно подумать Ну вот, будет повод заглянуть В любом случае, продолжим с музыкой? Конечно, конечно, мы только позовем Наш голос, голос нашего коллектива Дженнифер Дэвис Вот Дженнифер здесь, на нашей сцене И мы продолжаем Теперь уже с Cut Just Review Вместе с Дженнифер Дэвис Ну, вы знаете, что делать В случае, если у вас есть какие-то вопросы Дэвис 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I'm just gonna be true Мы продолжаем 100% звук. 33-22-100. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфирах? Нет, вы не в эфире. Ну что ж, жаль. Есть же ведь еще и аудиоверсия, да, я так понимаю, этого диска, о котором мы заговорили, концертного? Да, аудиоверсия уже находится у музыкального редактора телеканала 100. Так. И что? Я надеюсь, что она прозвучит. Так или иначе. Хорошо. Ну это концертный вариант. Будет ли какой-то студийный? Студийный вариант. Собственно, у нас вот мы как-то набухаем потихонечку материалом, растем-растем и взорвемся в студии, я думаю, в ближайшее время. Что ты пробухаешь, сказал Ильич? Да-да, надо быть... Я беру уши в ушах, потому что... Посерьезнее, мне кажется, с некоторыми выражениями. Дженнифер, как дела-то? Спасибо, очень хорошо. Но ты продолжаешь свое сотрудничество со Sky Jazz Review. Да. И я так понимаю, что это сотрудничество только крепнет. Раньше, мне представляется, ты... Константин, к вам это, кстати, вопрос тоже имеет отношение. Конечно. Раньше Дженнифер выходила так на пару песен, а теперь я смотрю, что вы без Дженнифера уже не можете. Ну вот она освоилась так, немножко заняла маленький плацдарм, собственно, вклинилась в наш коллектив, но мы не против. Мы не против. Я тоже не против. Есть ли какие-то события, которые вас поразили за последнее время? Потому что я представляю, что в таком составе вы же гастролируете частенько? Да. Ну, по крайней мере, в направлении Москвы. Были ли... Не только. Не только. Такого и где? Где нынче есть спрос? Да везде, собственно. У нас как-то вот страна вообще... Говорят, деньги делать некуда в стране, и поэтому все ходят на концерты. Вот мы где-то только не были уже. Нижний Новгород, там, Екатеринбург, завод еще... Самара. Самара, да. Новосибирск. Новосибирск, в общем, география растет. И везде есть места, где можно играть? Ну, уже, да, уже, кстати, хорошие места есть практически везде. Я так понимаю, что проблема с местами только в Петербурге теперь. Вот, вот, вот о чем хотелось тоже сказать. Что вроде город растет, а, собственно, мест в 90-е, мне кажется, было даже больше. Ну, и там лет пять назад тоже. Ну что, переходим к музыке? Да. Поскольку музыканты с инструментами... Давайте, нет, сначала звонок примем, поскольку уж дозвонились. Здравствуйте, доброй ночи. Доброй ночи. Алло. Да-да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу вопрос коллективу задать. Меня зовут Станислав. Если были гастроли какие-то по Европе или по Соединенным Штатам, или в Канаде, то где публика больше понравилась, где комфортнее выступать... Ясно. Да, еще вопросы у вас есть? Еще привет вам, Александр Малич. Вчера видел вас в Меге. Ой, неожиданно. Зачем же вы рекламируете этот магазин? Это неправильно абсолютно. Но то, что вы меня видели, это хорошо. Спасибо вам. Это не магазин. Очень уважаю вас передачу. И хотелось бы только, чтобы более направлений музыкальных... Ну, вы знаете, несложно меня найти в различных социальных сетях. Не буду их называть, но я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Интернет. И смело можете излагать свои пожелания. Будем их учитывать, что, собственно, мы и стараемся делать. Спасибо, что позвонил. До свидания. Счастливо. Что по поводу гастролей и публики? Собственно, вот кроме Канады мы везде были, играли. Ну, а играть, как всегда... Я думаю, что любой группе приятнее всего дома. Ну, вот почему-то так получается. Ну, в Канаде же лесорубы, тем более. Считается, что Канада страна лесорубов. И я не знаю, любят ли... А в Финляндии лоси. Ну, в Финляндии мы играли. А дома тогда медведя. А дома медведя. И дальнобойщики. Страна-то большая. В общем, как вы понимаете, этот пинг-понг можно продолжать очень долго. Станислав, ничего внятного мы не услышим. Публика хорошая в Петербурге. Продолжаем, соответственно, с Аскад Джаст Ревью. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Нет, сексизма никакого нет. Понимаете, вот эта опасность, конечно, работы... Вот все-таки в Соединенных Штатах это развито, да? Чуть что, сразу сексизм. Я так понимаю, что мне ждать, видимо, повестки, да? Sexual harassment некий или ущемление некий, я сейчас проявил. Нет, этого не было. Вы свидетели. Просто ведь Константин занимается музыкальной частью. И не только. Ага. Ну, так рассказывайте, Константин. Алексей, Григорий, вообще, ребята. То есть у нас все, как бы, у кого есть какие-то идеи, мы приносим все это вместе, как-то слепляем, склеиваем. И вот, собственно, даем Дженнифер как факт уже, чтобы она озвучивает какими-то словами. Вот так у нас получается композиция. Ну, Евгения же спросила, где вы берете эти идеи? Мы не скажем. Обычно берут в тумбочки. А кто кладет в тумбочки? Всем говорить, где? Тоже не говорят. Ну, короче, из тумбочки, как и все. А вы же ведь каверов-то немало играете, мне кажется. Ну да, но как-то все больше. Меньше и меньше все. Вот то, что мы берем из тумбочки свои, вот этой вот, как бы, все больше вытесняет их. А почему? Надоедает играть кавера? Да нет, собственно, хочется чего-то нового. Даже у хорошо сделанного кавера все равно жизнь уже не бесконечная. Надоедает. Ну, я думаю, что пришло время сыграть еще. Да. А что следует еще? Скаджи Ас-ревью у нас здесь, Санкт-Петербургская Скаджи Ас-ревью вместе с Дженнифер Дэвис. Слушайте внимательно. Санкт-Петербургская Скаджи Ас-ревью вместе с Дженнифер Дэвис. 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 Продолжаем нашу программу. Это Скаджаз Ревью. Здесь нашим, казалось бы, весенним вечерком. Хотя, конечно, вечерок отнюдь не весенний. Я знаю, что вы звоните. Это хорошо. Здравствуйте. Доброй ночи. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос мой такой. Вот, на мой взгляд, группа остановилась в своем творческом развитии. Так. Не кажется ли им, что они, вот, собственно говоря, подошли к пику. В полном состоянии. А как вас зовут? Меня зовут Анна. Вы, видимо, давно наблюдаете за творчеством Скаджаз Ревью? Ну, вообще, да. Я первый раз видела Спидфайр, если я не ошибаюсь. Это второй проект. Вот. В клубе «Молоко», который уже закрыт. Да. Поскольку мне известно. Вот. И, в общем-то, в «За серии» вашей программы я тоже видела эту группу. И практически первые две композиции они повторяли тот же репертуар, что и прозвучал в прошлый раз. Ясно. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Ну, я вам должен сказать, что, знаете, даже Гэри Мур не стесняется играть одну и ту же песню. Я уж не говорю об Иглс. Я даже, я уж не говорю об Иглс, которые, в принципе, с отелем Калифорнии, знаете, до сих пор имеют стадионы. А уж Скорпионс, если взять, о! Ну, это шутки все, конечно. А теперь отвечайте серьезно. А вот ОС и Диси, когда их спросили, что вы записали 8 одинаковых альбомов, был такой ответ. Неправда. Мы записали 12 одинаковых. Мы, собственно, вот стремимся к тому же. Но у вас, мне кажется, пока еще не 12. Не 12, но... Мы стремимся. Нам и лет поменьше. А какой ваш был самый незабываемый концерт? Впереди. Да. Слушай, трудно сказать. Да, очень много просто. Не можем сказать, что это было до Самары. До Самары, городка. А, ну мы ехали как-то... Ну это даже был не концерт, а вот между концертами. Мы ехали из Нижнего Новгорода. Да, вот самый незабываемый момент, наверное, в этом коллективе был, когда мы ехали по дороге, ну по нашим российским дорогам, с ямами, со всеми делами. Вот. И просыпаемся, почему-то автобус стоит посередине дороги, оказывается, у него от тряски выпало лобовое стекло. Такого я не видел никогда. Представляешь, какого размера стекло? Да. Автобус подогнали к остановке, водитель залез на остановку, видел, делал это не первый раз, очень профессионально, очень быстро. Оно выпало на асфальт? Нет, оно как-то вот в последний момент уже вот так вот висело на волоске, они его поймали руками, вот. И назад как-то вставили, скотчем прикрепили и дальше поехали. Вот такой гастрольный момент был. Нормально. Интереснее любого концерта. Безусловно. А я даже боюсь спросить, кто сидел там ближе к окну, кто дальше к стеклу. Не, ну мы спали и проснулись. А, вы же были после концерта в Нижнем Новгороде, ехали в Самару. Да. И как после концерта вы, конечно... Конечно, да. Конечно, да? Конечно, у вас пришли в голову вам новые музыкальные идеи, вы решили их обсудить вечерком. Да, решили обсудить. И да. 33, 22, 100. Вы, как это сказать, набухали для нового альбома, чтобы его представить каким-то образом. Да? Здравствуйте, доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Алло. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, я бы хотел задать пару вопросов группе. Первый вопрос. Как вы считаете, как называется стиль, в котором вы играете? Как называется та музыка, которую вы преподносите для нас? Так, и второй вопрос. Вопрос номер два. Считаете ли вы себя русской группой? Если вы таковой себя считаете, а где песни на русском языке? И третий? А третий, это большой привет Егорычу. Отлично. И как вас зовут? От Кулия Ануфия. Хорошо. И как вас зовут? Егорыч, твои друзья. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, отдувайтесь. Егорыч пусть отдувается. Иди сюда. Ты русский вообще? Или как? Первый вопрос должен... У нас здесь национальный вопрос поднимается. Это тоже вопрос. Где песни на русском? Где косоворотка? Где вообще? Я забыл. Песни на русском, мы просто... Ближе к микрофону только. Видимо, просто песни на русском Дженнифер писать еще не умеет, а мы ее научим. Вот. Она будет писать песни на русском, не волнуйтесь. Вот. И будем музыку мы играть на русском языке тоже, да? Вот. А стиль у нас какой? Стиль у нас Скаджас из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Да. Я все время вспоминаю. Отличный вопрос. Мне вот ребята рассказали, что однажды на интервью, после того, как группу представили, здравствуйте, у нас сегодня в гостях группа Санкт-Петербургский. Скаджас ревью. У меня к вам два вопроса. Откуда вы и какую музыку вы играете? Вот это вот супер вопрос. Мои лучшие воспоминания. Спасибо. Собственно, группу из Санкт-Петербурга трудно назвать нерусской, даже если она играет какую-то интернациональную музыку, и если даже как бы в этом коллективе тоже интернациональный состав, ее китайской или какой-то там, например, в турецкой трудно назвать. Вот, собственно, ответ на вопрос. Ну, да, действительно. Но хочется продолжить. Дело в том, что для русской группы не свойственны костюмы. Ну, почему же? Это не знакомство с историей. А как же The Beatles? The Beatles не русская группа. А, ну, извините. Тогда я продолжу. А как же группа поющей гитары? Стоп за Beatles, стоп за Rolling Stones. Самый мой любимый клип. В какой момент вы решили, что пора бы приодеть галстуки? В самый первый момент без галстука не было ни одного концерта. То есть это было первое, видимо, основополагающее? Это была вообще идея группы. Вот галстук, это как вот слоган. К черту музыку, главное, галстук. Да, остальное придет. То есть это, видимо, было так. Мама... Сынок, зачем ты занимаешься музыкой? Мама, чтобы носить галстук, да? Ну, вот примерно так, да. Продолжим? Продолжим. Санкт-Петербургская SCA Jazz Review у нас здесь. Дженнифер Дэвис поет. Мы продолжаем. Дэвис поет. Играет музыка. Дэвис поет. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Алло. Алло, алло. Пока-пока. Я буду очень долго ждать звонка. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Дорогой наш зритель, пожалуйста, скажите что-нибудь, потому что иначе нам придется повесить трубку. Вы ничего не говорите, очень жаль. Перезвоните еще раз. Телефонные хулиганы. Да, это цветет. Вот. Известно, что, скажем, западные коллективы, ну, там, Гуд Шарлотт, например, или, там, Рэйдиохэт, они, как правило, все выступают против чего-нибудь. Одни за права животных борются, другие за экологию, третьи, там, я не знаю, за пингвинов, четвертые еще за кого-то. И вот эти организации, которые всю эту историю практикуют, они неожиданным образом им выпускают их многомиллионными тиражами на своих потом каких-то пропагандистских дисках. Вы выступаете против чего-нибудь, или все-таки коллектив еще не занял такую серьезную статусную позицию? Ну, нам как-то некогда даже вот выступать против чего-то. Все нравится. Мы, да, то есть, я понимаю, что есть такое понятие, как протестный электорат, то есть несогласные, которые вот родились такими. Неважно, хорошо или плохо, как бы, я понимаю, что мы как-то вот не вписываемся почему-то вот в эту дорожку. Нам как-то интересно вот просто самим по себе. Ну, а там бой поп-музыки, не так давно это было очень популярно. Есть же прекрасный человек Юрий Юлианович Шевчук, так сказать, король боя с тенью в виде поп-музыки. Вот. Ну, мы почему-то вот оказались в другой немножко ниши. Но вы же вообще вроде как и не рок играете, да, и не совсем джаз, ну и не поп, это понятно. И получается, что вы вне форматов? Ну, в общем, да. А вы пытались как-то на радио попытаться ротироваться, нет? Или это тоже не в понял? Уже игра вот на радио Эрмитаж. У нас есть песня, она играется на радио Эрмитаж. Да. И довольно-таки много. Уже второй год. Второй год. Уже третий год, наверное. Или третий год. Ну, в общем, уже давно. Может быть, даже четвертый. Не одна, а две песни. А кроме Петербурга где-нибудь еще? Нет? В Берлине. В Берлине, действительно? Да. Вот это да. Вот это, кстати, любопытно, потому что в Берлине, видите, лучше, наверное, чем у нас даже крутят. 33-22-100, доброй ночи. Алло. Алло. Да-да, это вы. Да, добрый вечер, меня зовут Олег. Да, Олег. Хотел бы выразить уважение творчеству этой группы, потому что вот такое большое количество народу играет. И такая, ну, будет очень приятная музыка. Так, а подождите, симфонический оркестр, Олег, извините, а подождите, симфонический оркестр играет, вам не очень нравится? Ну, мы знаем много группы «Стинг», «Уфо», «Шмандал Балет», которые тоже гармонично играют, в общем-то. И я вот слушаю первый раз эту музыку, и будем говорить так, что мурашки по коже, потому что очень приятно слушать, и очень приятно смотреть ваши передачи, потому что всегда хорошие буквы. Спасибо. Вообще, я большой поклонник «Сидиси». Хотелось бы задать вопрос девушке, является ли она родственницей «Сидиси Кватера». Не вижу у нее, конечно, звездочки на левой руке, но она очень похожа. Спасибо. «Сидиси Кватера». Не родственница, это Дженнифер «Сидиси Кватера». Это же твоя тетя. Да, вау. Нет, я даже не знаю. Кто это? Вы же соседи. Я знаю, кто это «Сидиси Кватера», но я даже представить ее не могу. Ну, звездочки, главное, чтобы звездочки в голове не было, а так, на самом деле, хоть на руке, хоть где, это все не важно. В общем, как вы поняли, Дженнифер не родственница «Сидиси Кватера», хотя, конечно, это было бы неожиданным открытием, если бы мы вдруг это выяснили. Ну, и Криса Нормана здесь тоже нет в студии. Да, извините. Ах. Продолжим с музыкой? Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Раньше я там видел другого трубача на гитаре, а сейчас его там нет. Вот хотел спросить, почему такая рокировка или что это? Что случилось? Расползаем. Спасибо. Кадровые перестановки, как везде. Волевое решение. Просто все встало на свои места. Ну, или так можно сказать. Не, ну нас же не... Это Евгений. Да. Наш новый трубач. Просим любить и жаловать. У нас как бы нет регламента, и кто хочет играет, кто не хочет, не играет. И, собственно, мы не клялись вечно, не делали татуировок с Каджа с Форевер. Как не делали? Да, да. Костя, ты что, не сделал? Нет, деньги-то собирали на татуировке, оказывается. Ну, вы понимаете, серьезно, тут вы не выясните ничего. Так вопрос сложный, правда. Да, так просто произошло. Но вот с переменой или с изменением состава меняется что-то в коллективе или нет? Или это дух, который живет, и у вас все равно костяк остается, и все продолжается? Костян все равно остается. Да. Безусловно. Костян остается всегда. Мне кажется, там уже настолько все вот как-то вот срослось, что вот уже не разбавить ничем там. Как может поменяться до половины, мне кажется, состава, а идея все равно останется. Вы репетируете вообще? Бывает. Иногда. Один говорит, да, другой. Как в анекдоте. Или вы уже на том уровне, когда это лишнее? Когда вы по взгляду понимаете, что сейчас... Бывает и такое. Бывает и такое. Были ли у вас какие-то случаи в жизни? Вы знаете, вот, например, Лени Кравец, он сначала пел в калифорнийском хоре мальчиков, исключительно классический репертуар исполнял. В 10 лет он туда пошел. В 13 он закончил с хором мальчиков, а в 15 лет он просто ушел из дома, потому что родители не хотели, чтобы маленький Лени занимался музыкой. Вы совершали такие подвиги ради музыки? Совершали, только наоборот. Я ходил в первом классе, я ходил в первый класс музыкальной школы на флейту. Мне это так не понравилось, что я ушел оттуда, и все. Я пела примерно такая же история, да. Я пела в детском хоре, тоже 7 лет, наверное. Тебе вылили. Как в Индинаприсе. О, боже мой, эти названия. А эти города существуют, между прочим, на самом деле. Слушаем вас, доброй ночи. Здравствуйте. Алло, это вы меня слушаете? Похоже на то. Здравствуйте, меня зовут Вера. Да, Вера. Я бы хотела узнать, как вы выбираете музыку, которую вы играете? Нет ли в вашем репертуаре классики джаза, скажем? Это было бы совершенно беспроигрышно. И Дженнифер, не поет ли она тоже что-нибудь классическое? Спасибо. Спасибо, Вера. Да есть, конечно. У нас есть стандарты, да, но мы играем по нашим стилам. Поэтому не... Вот... Есть, есть стандарты у нас. Есть, есть, есть. Вот мы играем вот стандарт Old Devil Moon, еще Dream A Little Dream. А вот они играют, еще инструментальные вещи, вот Майлз Дэвис, наверное, вот еще. В общем, не гнушаемся ничем, ничем. Все, что идет, то вы играете. Да, да, все в мясорубь. Об этом уже говорили, да. Но дело в том, что... Оригинальные композиции постепенно вытесняют классику. Вера просто, видимо, не сразу подключилась. Мне кажется, мы можем еще сыграть. Со временем у нас все в порядке. Может, действительно классик. А, это вот, да, это джаз. Как раз. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА